Один из пунктов техосмотра на Химаши, а всего в республике таких специализированных станций почти 19. За год здесь обслуживают полторы тысячи машин. Полчаса на легковую, час на автобус. Схема отработанная более 20 лет в обиходе. Нормативы соблюдали всегда. Единственное, чего до 2021 года тут не было, так это собственного отопления. Проверка суммарного люфта рулевого управления колеса. Вешается прибор, ставится датчик к колесу и движением рулевого колеса проверяется суммарный рулевой люфт. Тариф на ТО в Мордовии один из самых низких в Приволжском федеральном округе, но это не помешало Ильдару Бектемирову обновить оборудование в минувшем году. Здесь успели подготовиться к нововведениям и надеялись, что с 1 марта перестанут терять клиентов из-за нелегальных брокеров и липовых карт. В инструкциях было все четко указано. Те же самые программы, все доступно. Для фотографирования. Обычно сотовый телефон, достаточно с глонасом. Устанавливается приложение с того же PlayMarket образно и все, есть фотографии с координатами, все подгружается. По оборудованию, по дополнительному. В принципе, цифровые ключи сделали для экспертов, для самого оператора. В базу все запустились, то бишь, сконнектились уже. Все сделали, экспертов привязали. В принципе, с 1 марта могли бы свободно работать. Кстати, Мордовию упоминали в официальном докладе Михаилу Мишустину, как один из регионов с дефицитом пунктов ТО. Ильдар Бектемиров опровергает эту информацию. До того, как РСА передали в ГИБДД, то очередей-то где? По сути, не было очередей. И пока, наверное, не будет, на очередном заседании федерального правительства в минувший четверг заявили об отсрочке работы по новым правилам. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября. Обращая внимание министерств и ведомств, нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев. Еще раз посмотреть на процедуры, их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан быть не должно. Ощутить на себе нововведение должны владельцы автобусов. Для остальных автолюбителей ТО покажется гладким. Что же касается живой очереди, то риск все-таки может быть. На всю страну всего 5000 операторов. Количество машин там должно быть 16 машин на пункт, на одного эксперта. А было 64, можно было провести на двух экспертов. Алена Маскалева, Андрей Просвиркин. Наш Новость.